Надеялся на высокую оценку зрителей, но начал получать угрозы. Режиссер драмтеатра Владимир Кузнецов после премьеры своего спектакля «Молодая гвардия» был вынужден обратиться в ФСБ. Поводом стали гневные письма, которые Кузнецов и его супруга получили в соцсетях. Неизвестные сочли постановку антиукраинской. Сам режиссер иного мнения. Он лишь хотел показать своей работой, что осуждает нацистов. А последние события в Украине лишь подтверждают, что и после 45-го их идеи пытаются возродить. Угроз пока больше не поступало, но все равно тяжело осознавать, что даже в нашей стране еще существуют такие люди, которые являются приверженцами нациалистических идей. Потому что это даже не молодежь писала угрозы, а люди в очень большом возрасте. В защиту режиссера выступили либерал-демократы. Они даже предложили Кузнецову представить к нему бойцов молодежного спецназа ЛДПР. Там противникам спектакля готовы предоставить серьезные аргументы в поддержку искусства. Я готов круглосуточно охранять данного режиссера. У меня даже есть спецсредства. Вот видите, могу улучшить зрение нашим доблестным бандеровцам на всю их неоставшуюся жизнь. Но Владимир Кузнецов о такой помощи пока воздерживается. Готовы либерал-демократы защитить и других актеров. Например, Михаила Порейченкова, когда тот приедет во Владимир. После поездки на Донбасс недоброжелателей у актера хватает. Как правило, практика показывает, что вот эти, кто в интернете сидят, они не приходят на эти встречи. Но если кто-то придет, так сказать, вот из этих, из критиканов, скажем так, то мы подъедем, объясним в рамках закона, культурно, вежливо, в чем они неправы. Что надо любить родину, надо любить творчество. Но угрозы не помешали Владимирским актерам отметить профессиональный праздник. По традиции в День театра вручили главную премию. Награда носит имя Евгения Евстигнеева, который начинал свою актерскую деятельность на подмостках Владимирского областного драматического театра. В этом году премии наградили заслуженную артистку России, актрису кукольного театра Надежду Лукьянову. Я очень рада. Я закончила училище имени Евстигнеева. Я начинала работать в театре нашем, где начинал работать Евстигнеев. А теперь я получила его премию. Награждение Надежды Лукьяновой не было для коллег неожиданностью. А вот появление на сцене вице-губернатора Михаила Колкова в образе пирата произвело в зале фурор. Сегодня я хотел бы раздавить с ними поченок доброго ямайского рома. Надо сказать, роль Михаилу Колкову удалась. Но в образе злодея он больше говорил о высоком, о роли театра, который сравнивал с алыми парусами. По мнению вице-губернатора, актерам иногда тоже нужны пиратские флаг и пушки. Верность последнего, похоже, для театралов уже не шутка. По крайней мере, грохот бутафорских пушек музам не мешает. Василий Косенко, Артем Горчаков, Шестой канал.